Девушки отдыхают В Красноярских трампунктах очереди. Красный день календаря. Слава Великому Октябрю! Ура, товарищи! Полсотни человек вышли на митинг в честь годовщины Октябрьской революции. Зарплата ниже положенной. Минимальный размер труда нужно требовать через суд. Тротуары во льду в трампунктах очереди. Люди массово жалуются на нечищенные пешеходные дорожки. После недавнего снегопада и небольшой отцепили городские тротуары, дворы покрыты льдом. Кому жаловаться, если скользко выяснял Дмитрий Пивенов? Как вам такие препятствия? Ужас! Город превратился в настоящую полосу препятствий. Дорожки покрылись ледяной коркой и преподносят пешеходам неожиданные сюрпризы. Теперь горжанам приходится передвигаться с осторожностью. Вот между домов тоже все во льду. Я сейчас с песочницей вот так вот посыпала песочком дорожки, потому что я сама руку ломала, падала. И в доме у нас очень много. Я не знаю, почему не посыпают. Особенно тяжело дается прогулка по городу пожилым людям и мамам с детьми. Как вам дорожки? Очень хорошие. Пасы ходишь? Да. Не посыпают никогда? Ну, редко, часто тут хожу. За ребенка опасно. Уличные продавцы весь день наблюдают за борьбой красноярцев с ледяной напастью и уже устали считать павших в этой борьбе. Вон там упало, там упало. Сейчас там завалилось, а хорошо. Посыпали. Посыпали тот час. Тем, кому не повезло, на городских улицах выстраиваются в очередь в коридорах травмпункта. Истории у многих пациентов почти одинаковые. Шла домой, выходила задом, и вот с крыши накапывала, застыла, подскользнулась, упала, сломала пальцы. Шла так хорошо, шла, на автобусе доехала, потом раз, упала. В мэрии рассказали, что в течение выходных их службы очистили 650 тысяч квадратных метров пешеходных дорожек. В первую очередь чистят те улицы, где очень много пешеходов, а также автобусные остановки. Центр города и проспект Росноярский рабочий на правобережье действительно очищен от льда. Но в отдаленных переулках ходить по-прежнему неудобно. В первую очередь стараются службы убирать те тротуары и те скверы, где идет большое количество населения. Это в первую очередь на контроле у нас уходятся остановочные пункты, то есть чтобы жители не имели проблем с посадкой-высадкой из общественного транспорта. В мэрии призывают жаловаться на гололедицу в службу 205. Там жалобу передадут ответственному за уборку лицу. Не всю территорию должны чистить городские службы. Есть земля коммерческая, есть ведомственная. За двор ответственность несет управляющая компания. Требовать повышение зарплаты красноярским бюджетникам нужно через сот. Это касается тех работников, чьи клад меньше минимального размера оплаты труда. К нам в редакцию обратилась гардеробщик Соборской школы Елена Николаенко. Сейчас ее зарплата ниже МРОТа, если не считать районные коэффициенты. С 1 июля в федеральном МРОТ вырос до 7,5 тысяч рублей. А оклад бюджетницы не увеличился. Не вырос он и с 1 июля. С этого момента губернатор края Виктор Толоконский обещал довести зарплату низкооплачиваемых бюджетников до того самого минимального размера. Елена намерена обратиться в суд и прокуратуру. Женщина считает, что общество должно обратить внимание на таких же, как она. Ведь гардеробщицам, поварам, уборщицам, библиотекарям и людям других специальностей в бюджетной сфере платят крайне мало. Мы все вот в таком, знаете, неведении. Раз Путин подписал указ, значит мы понимаем, что увеличение МРОТа повысилось. Значит, соответственно, должна повыситься и наша зарплата. А зарплата наша не увеличилась. Поэтому вот мы собрали документы в прокуратуру. В Министерстве экономического развития нам пояснили, что июльское повышение федерального МРОТа не касается красноярских бюджетников. В крае действует свой региональный МРОТ, и он выше федерального. Мы отправили официальный запрос в Министерство финансов. Ответ надеемся получить в ближайшие дни. Поплатилась за свободу слова воспитатель из детского сада номер 80 Елена Ставцева, которая от лица всего коллектива на прошлой неделе рассказала нашей телекомпании о том, что в детсаду сократили зарплаты, теперь терпит несправедливое отношение к себе. Женщина рассказывает, после выхода материала на Фунтова заведующая собрала коллектив в актовом зале и устроила публичную порку Елене Ставцевой и заставила отвечать, кто дал ей право разглашать информацию о зарплатах. В итоге воспитателя довели до нервного срыва, и это при том, что Елена беременна. Начались нападки, начался крик, меня не выпускали из этой двери и из той. Потом сама заведующая, там все происходило на повышенных тонах. Потом нецензурная лексика тоже была тут в коридоре, меня остановили воспитатель. Теперь Елена Ставцева боится, что с таким отношением дует секрета вовсе не сможет доработать. Кроме того, рассказывает Елена, в садик ходит и ее старшая дочка, и к ней после обнародования информация о сокращении зарплат тоже изменилось отношение. В администрации садика эту информацию отрицают и объясняют. Заведующая просто провела рабочую планерку. Все прошло в спокойной обстановке. Коллектив – это абсолютно живой организм. И у некоторых коллег после просмотренного репортажа возникли вопросы, которые они задали Елене Игоревне. Все, что я могу сказать. То есть были вопросы не на повышенных тонах? Нет. Годовщину Великой Октябрьской революции сегодня отметили красноярские коммунисты. Первый митинг прошел у памятника бременским музыкантам, что на красноярском рабочем. Вспомнить день свержения буржуазии и временного правительства пришло не больше 50 человек. Они помянули добрым словом Ленина и стали нажаловались на низкие пенсии и зарплаты. По мнению пришедших на митинг, нашей стране нужно стремиться к социальной справедливости. Напомню, 25 октября 1917 года по старому летоисчислению и 7 ноября по новому вооруженные рабочие солдаты свергли временное правительство. Для меня мой отец воевал за советскую власть, дед воевал в гражданскую войну. И я вырос при советской власти и почитаю этот праздник. Лозунг должен быть один. Гнать этих ребят, которые наворовали, отсюда. Не надо этим просто. Да они сами только прижать, что они убьют. И все. И сделать порядок тот, который, так сказать, был. Более масштабный митинг, посвященный Октябрьской революции, прошел днем у памятника Ленину. Там собрались сторонники КПРФ, патриотов России и партии Родина. Они призывали отправить в отставку руководство правительства и избирательную комиссию края за якобы подтасовки на прошедших выборах в Госдуму и законодательное собрание, за отсутствие стратегического планирования в экономике, за растущий государственный долг и высокие цены в магазинах. Также митингующие призывали власти не забывать о прошлом и учиться на ошибках. Мы уверены в том, что наша страна встанет на путь развития социалистического строя. Мы отряхнемся, мы гордый народ. И пусть буржуи-капиталисты знают, что у них будет кризис, а не у нас. Слава Великому Октябрю! Ура, товарищи! Ура! Подросток погиб под колесами автомобиля, за рулем которого находился нетрезвый водитель. Однако лихач может избежать наказания. С такой историей к нам в редакцию обратилась жительница Краснотуранского района Оксана Самижикова. Ее сына на проселочной дороге сбила машина. Мальчик скончался на месте. С момента происшествия прошло уже три месяца, а уголовное дело так и не заведено. Полицейские не видят в действиях шофера состава преступления. Более того, информация о том, что мужчина был пьян, из материалов дела исчезла, уверяет женщина. Мать жаловалась в районную и краевую, даже и к генеральную прокуратуру. Те несколько раз отправляли дело на доработку, но результат прежний. За 13 ноября будет три месяца, как уголовное дело не заслужено. Наши органы ссылаются на то, что они не собрали все материалы. Нет свидетельствования о том, что водитель был пьян. Юрист Оксана Саможикова считает, что районные полицейские нарушили закон. Адвокат объясняет, по факту происшествия, где погиб несовершеннолетний, следователи обязаны возбудить уголовное дело. Они не сделали этого умышленно, настаивает юрист. Сейчас ДТП с погибшим ребенком рассматривают как административное правонарушение. Максимальное наказание, что грозит водителю исправительные работы, штрафы или лишения прав. Причем слушать дело по просьбе водителя будут в другом регионе завтра, 8 ноября. К сожалению, в связи с тем, что у нас до сих пор Оксана Андреевна не признана потерпевшей, никто не воспринимает и не дает ей возможности воспользоваться 42-й статьей Уголовно-процессуального кодекса, где предусмотрены все права потерпевшей. У нас сомнения о том, что это дело будет вообще возбудено. Поэтому мы вынуждены обратиться к вам за помощью. И все-таки другого способа, как придать данному делу общественный резонанс, у нас нет. Добавлю, при таких обстоятельствах мать, потерявшая ребенка, даже не признана потерпевшая, и так же, как юристы, не имеет доступа к изучению материалов и права присутствовать на суде. Мы направили запрос с Главным управлением ВД по краю с просьбой прокомментировать все действия сотрудников Краснотуранской полиции. Также мы надеемся услышать мнение водителя-участника ДТП, в котором погиб ребенок. И к другим темам. Дешевле на 20 копеек в Красноярске вновь снизились цены на бензин. Это касается самой ходовой марки топлива АЕ-92. Пока ценники поменяли две сети заправок, это Магнаты РД и Газпромнефть. Первые снизили стоимость бензина на 20 копеек, вторые на 15. И теперь здесь отдают топливо за 33 рубля 20 копеек и 33,25 соответственно. К слову, это уже четвертое понижение с начала лета. По словам заправщиков, снижение цен в рознице произошло и из-за снижения цены в опте. Они не исключают, что к Новому году топливо еще подешевеет. Добавлю, в общей сложности 92-е топливо в городе подешевело на 60 копеек. Какая незамерзающая жидкость для автомобиля соответствует ГОСТу? Сегодня мы сдали на экспертизу два образца. Напомню, накануне мы рассказывали о том, какие требования предъявляются к этим жидкостям, что должно входить в состав и насколько опасны подделки. Наша съемочная группа купила одну бутылку незамерзайки на дороге неподалеку от шиномонтажки на улице Симофорной, вторую в крупном супермаркете. Сегодня обе бутылки отправились на экспертизу в Центр стандартизации и метрологии. Через четыре дня после окончания исследования узнаем, безопасны ли эти образцы, не содержится ли в жидкости вредный для здоровья метанол и выдерживает ли эта незамерзайка морозы до минус 30 градусов, как указано на этикетке. «Остановите насилие! Мы против убийств!» С такими лозунгами вышли горожане в сквер космонавтов. Таким образом Красноярск присоединился к масштабному всероссийскому митингу против живодеров из Хабаровска. Он прошел 5 ноября в 92 городах страны. Напомню, несколько недель назад две девушки из Хабаровска опубликовали в соцсетях фотографии, где видно, как они издеваются над животными. Как выяснилось, девушки брали собаку волонтеров и по объявлениям, чтобы якобы пристроить в добрые руки. На самом деле они над ними издевались и убивали в здании заброшенного крематория. После этого возник большой резонанс. По всей стране люди начали собирать подписи под петицией с просьбой наказать девушек, а затем начались и митинги. Сколько может уже продолжаться? Это все беспредел. Нужно прекращать его, как-то ужесточать законы. Люди просто боятся с такими рядом жить. Ведь сегодня это животные, завтра это будут дети. Они однозначно продолжат убивать. Это нельзя так оставлять. Государство почему-то закрывает на все глаза. Меня волнует, в каком обществе будут жить наши дети. У меня уже есть внуки, у меня есть правнуки. И я беспокоюсь за их будущее. Школьникам разрешат пользоваться сотовыми телефонами на уроках. Красноярские учителя ломают стандартные представления об образовании. Что грядет на смену учебникам и классным доскам, расскажет Ольга Хохлова. С помощью датчика pH мы можем измерить кислотность некоторых напитков, опускаем датчик в воду и у нас показывает на ноутбуке значение кислотности. Ученица 11 класса Анастасия уже не первый раз изучает химию на практике, а не по учебнику. В 14-й гимназии консервативные методы обучения отложили в дальний ящик. Детям наглядно показывают, как можно применить свои знания в жизни. К примеру, вред соков и газированных напитков старшеклассница оценила на уроке сама. Уверяет, что больше их пить не будет. Например, напитки с ярким цветом, они более кислотные. И так как у нас кислотная среда в желудке, они пагубно воздействуют на наш кишечник, вызывают изжогу, в стенке желудка раздражаются. Применение знаний в быту – главная цель нового федерального стандарта образования. Современные методы обучения будут вводиться во всех школах. Какие учителя выберут сами? Интересно, что сотовые телефоны и планшеты станут неотъемлемой частью учебы. К примеру, старшеклассники смогут учить английский язык по скайпу. На смену письменным тестам придут интерактивные голосования. На мой взгляд, это очень важный момент, потому как не нужно искать каких-то дополнительных ресурсов, что-то изобретать, а нужно использовать то, что часто ребенок применяет в быту, в своей жизни. И это может для него стать открытием, что это действительно еще и есть образовательный инструмент. Такой образовательный проект позволит ученикам узнать о профессиях больше. Они не на словах, а на ощупь познакомятся с будущей специальностью. Ольга Хохлова, Дмитрий Кудько, Афонтова, Новости. Все желающие познакомиться с новыми образовательными проектами могут посетить полуторачасовой лекторий. Презентация пройдет 9 ноября в МВДЦ Сибирь. Начало в 2 часа. Сейчас мы прервемся на небольшую рекламу и вернемся в эту студию. 10 лет первому федеральному. Что изменилось в университете за эти годы? Подробности через пару минут. Афонтова представляет. Первый строительный телепроект «Удачный дизайн». Каждую субботу в 11 утра. Генеральный партнер ООО «Инком Сосны». Открылся новый склад-магазин «Бытовая техника» от «Видео-2000». Холодильники, стиральные машины, плиты, встройка, телевизоры. Гигантский выбор. Низкие цены. Бесплатная доставка. Улица Новая, 13. Строение, 4. Въезд с улицы Грунтовая. 400 метров направо от Мичуринского кольца. Вроде успела. В честь юбилея. Весь ноябрь скидки на всё 70%. Подарки всем покупателям. Рассрочка 0024. Экспофурс. Авиаторов 5. ТК «Авиатор». Вы ещё не пробовали новые пельмени мясные? Тогда мы уже у вас. Обычно мы не едим пельмени с хлебом. Но в этих пельменях очень тонкое тесто и много-много мяса. Свинина, говядина и курица. Начинка вкусная, сочная и нежная. Свинокомплекс Томский. Много мяса, мало теста. Слушай мою команду. Сейчас мы можем взять только три единицы техники. Задача ясна. А сердцу не прикажешь. Акция «Возьми четыре, оплати три». При покупке трёх предметов бытовой техники четвёртой вы получаете бесплатно. В акции участвуют все категории крупной и мелкой бытовой техники, а также телевизоры. «Медиамарт». Атмосфера дома. Вы смотрите новости Афонтовой. Мы продолжаем наш выпуск. Завтра в Красноярске заводят сирены. Тревога эта учебная. Спасатели проверяют систему оповещения и начнут с двух часов дня. Теле и радиовещание на пару минут будет прервано сотрудниками МЧС. Жители города просят внимательно прослушать сообщения, не пугаться, а с пониманием отнестись к технической проверке. Скандальные граффити закрасили. Именно так решили поступить городские власти с работы неизвестного художника в подземном переходе на стрелке. Теперь произведения уличного искусства можно увидеть лишь на редких фотографиях. Граффити вызвали неподдельный интерес у прохожих. Там были изображены девочка, военный и голый король с двухглавым орлом. Какой смысл вложил автор в эту работу и кто он, остается загадкой. В мэрии сообщают, что в службу 2.05 поступило немало жалоб на эти граффити и их решили уничтожить. Сибирскому федеральному университету исполнилось 10 лет со дня основания. За эти годы крупнейшему Красноярскому вузу удалось выйти в десятку лучших образовательных учреждений страны. Заявить о себе на мировом уровне. О дальнейших планах университета расскажем в сюжете далее. На первом месте работаю. Он ложился спать с работой и вставал с работой. Вдова бывшего ректора Красноярской архитектурно-строительной академии Виктора Наделяева Светлана Ивановна делится воспоминаниями о его жизни и работе. Теперь одна из аудиторий университета будет носить имя известного педагога и организатора. Ее презентация состоялась как раз к десятилетию СФУ. В память о прошедшем десятилетии открылась также серия выставок «Штрихи времени». Свой первый десятилетний рубеж Сибирский федеральный преодолевает на подъеме. На мой взгляд, это глобальный, масштабный проект. Безусловно, проект стратегического развития края. И проект, который, несомненно, состоялся. Здесь произошло качественное, кардинальное усиление научно-образовательного потенциала. Распоряжение правительства России о создании Сибирского федерального университета вышло 4 ноября 2006 года. А спустя три недели его ректором был назначен академик Российской академии наук Евгений Ваганов. Помните, в самом начале университета, когда говорили, когда вы станете Гарвардом, да? Ну, я думаю, что нам не нужно, нам нужно просто Сибирским федеральным университетом здесь, выполняющим свои функции, но международно узнаваемых. Вот это одна из основных задач на ближайшее будущее. Сейчас в состав СФУ входят 20 профильных институтов и три филиала. В нем обучаются 33 тысячи студентов и 830 аспирантов. Работают 6 тысяч сотрудников и преподавателей. С университетом сотрудничают в разных форматах 33 страны. ВУЗ получил высокую международную оценку 4 звезды британского рейтинга QSTARS. Получилось по большому счету. Главное, у нас есть университет. Университет точно не рядовой, один из лучших в стране. И самое главное, с очень понятными перспективами движения вперед. В честь юбилея для педагогов и студентов выступили солисты Большого театра Москвы в сопровождении Красноярского академического симфонического оркестра. Праздничные торжества, посвященные десятилетию СФУ, продлятся вплоть до Красноярского экономического форума. Он состоится в апреле. В эти дни пройдет заседание Попечительского совета университета с участием почетных гостей, имеющих непосредственное отношение к истории создания и развития ВУЗа. А завершит празднование первое в истории университета церемония вручения премий СИПФУ Эворд. Клавдия Сельмахоич, Алина Мельчакова, Марк Степанов, Афонтова Новости. Первая новогодняя елка появилась в Красноярске. Ее установили на площадке перед крупной торговой сетью на Правобережье. Помимо создания праздничного настроения для горожан, зеленая красавица несет и вполне практическую функцию. Это привлечение покупателей, а следовательно и растут продажи. Отмечу, что в ближайшее время начнется возведение и районных ледовых городков. Уже сейчас на места завезли металлические конструкции, которые впоследствии также превратятся в ели. Сибирский хоровод, веселые забавы и национальные блюда. Так красноярцы отпраздновали День народного единства. Народные гуляния развернулись на театральной площади. Там же побывала и моя коллега Виктория Столярова. Она обо всем расскажет подробнее. Корабли там, пушки. Семилетний Дима готовит пушку к выстрелу. Это орудие погрузило мальчика во времена начала 17 века. Как раз в те дни, когда бойцы народного ополчения под руководством Минина и Пожарского освободили Москву от польских интервентов. Победу над ними отмечают в России 4 ноября. Гуляй Россия, гуляй Пожарка! По этому случаю тысячи красноярцев собрались на театральной площади. Одни с интересом смотрят праздничный концерт, другие выстраивались в очереди около национальных подворьй за вкусными блюдами или сувенирами. Салам! Байрам! Здравствуйте! С праздником, дорогие друзья! У нас Айран. Наш напиток традиционный, идет уже с древних времен. Угощаем. Ну, чтобы объединить всех, собрать вместе, быть дружным. Чтобы все жили в мире, чтобы все были дружными. События 400-летней давности актуальны и ныне, говорят участники патриотического митинга. Только вместе, объединившись, как это сделали наши предки, можно пережить трудные времена. Это люди дружные, мирные, все улыбаются. А сегодня вот такая ярмарка, я первый раз такое вижу. Ну, чтобы уважали, любили друг друга. И войны не было. То, что обеспечивает сегодня Россия и независимость от любых стран. Какие бы ни были блокады, санкции, мы развиваемся, мы идем вперед. Люди чувствуют эту силу своего народа, своего государства. Поэтому я сегодня с огромной радостью и чувством гордости поздравляю всех красноярцев, все жителей края. Кульминацией праздника стал сибирский хоровод. В нем закружились сотни красноярцев. Именно такое флешмоб символизирует всеобщее единение. Виктория Столярова, Эдуард Баглай, Афонтова новости. Десятая красноярская книжная ярмарка, или как ее привыкли называть, кряк, завершила свою работу. Накануне вечером полки и прилавки в выставочном центре Сибирь опустили. В этом году на ярмарку приехало около 300 книжных издательств. По приблизительным подсчетам за пять дней ярмарку посетили 60 тысяч горожан. Параллельная программа также оказалась самой насыщенной за всю историю кряка. Красноярцем запомнится и российский национальный оркестр. Вот управление Михаила Плетнева и скандальный спектакль Константина Богомолова. Организаторы отмечают, что с каждым годом ярмарка становится интересной как для участников, так и для покупателей. Все это не может не радовать, ну и безусловно в какой-то степени немного грустно, что такое главное событие осени закончилось, и теперь уже придется ждать следующего года, чтобы вновь насладиться этим культурным форумом. Маленьким посетителям Красноярской книжной ярмарки тоже было чем заняться. Как отмечают организаторы фонд Михаила Прохорова, главная задача привить малышам любовь к литературе. Но делают это с помощью игр, викторин, спектаклей, а также встреч с авторами. Но больше всего ребятам полюбилась мастерская художника Андрея Поздеева. Десятки детей за мольбертами создавали авангардные цветы или портреты, а также рисунки своих домашних любимцев. Из подручных материалов, не только краски или мелки, в ход пошли также картон и даже цветной скотч. Нам дали задание создать из скотча разных цветов какую-нибудь картину. Мы будем делать кого, Ксюш? Киска. Мы будем делать кошку. Вот сейчас мы вырезаем полосочки, будем делать уши, будем делать головку. Скажи, что рисуешь? Светок. Какой? Светик или светик? Какие краски используешь? Надо виски. Малиновый, розовый, оранжевый, желтый, синий, зеленый. Я своего котика рисую. Как зовут котика? Басик. Я рисую мелками, потом еще фон сделаю и скотчем. Разговоры «Заполночь. Музейная ночь» под таким названием прошла также в рамках книжной ярмарки. В этом году организаторы посвятили мероприятия разговорам. Черным, тайным, запретным, личным, криком по телефону и в переписке. Авторы «Музейной ночи» разработали целую типологию разговоров, интервью и диалоги с художниками и артистами. Подготовили ряд перформансов в красных залах, который прошел в форме допроса зрителей, когда посетители полностью погружаются в атмосферу 20 века. Для этого создали специальную инсталляцию коммунальной квартиры. Он будет производить такой живой эксперимент с публикой в таких вот радикальных, может быть, следственно-изоляторных условиях. Другой стороны, будет тут же рядом коммунальная кухня, где ребята будут петь, играть, может быть, жарить что-нибудь. Это такая поэзия на кухнях советского времени. Разговоры такие, знаете, очень откровенные обо всем. Ну, интересная идея, что можно вечером, когда ты свободен, сходить и увидеть немножко в другом свете. Не на какую-то определенную выставку, а именно увидеть многообразие нашего искусства. На этом все. Свои новости сообщайте нам по номеру 285-14-14. Также оставляйте комментарии к нашим сюжетам на сайте afontovo.ru или напишите нам в социальных сетях. Всего вам доброго. До свидания. Субтитры предоставил DimaTorzok Вы еще не пробовали новые пельмени мясные? Тогда мы уже у вас. Обычно мы не едим пельмени с хлебом, но в этих пельменях очень тонкое тесто и много-много мяса. Свинина, говядина и курица. Начинка вкусная, сочная и нежная. Свинокомплекс Томский. Много мяса, мало теста. Слушай мою команду, сейчас мы можем взять только три единицы техники. Задача и сна, а сердцу не прикажешь. Акция «Возьми четыре, оплати три». При покупке трех предметов бытовой техники, четвертый вы получаете бесплатно. В акции участвуют все категории крупной и мелкой бытовой техники, а также телевизоры. Медиамаркт. Вроде успела. В честь юбилея весь ноябрь скидки на все 70%. Подарки всем покупателям. Засрочка 0024. Экспофурс, авиаторов 5. ТК «Авиатор». Атмосфера дома. О, Владимир. Хочу, хочу, хочу. Спокойной. Ух ты. Завалилась. Моя кашу. Кашу, кашу. Теперь играю в бенки. Дохни, дохни, мишка. Маша и медведь. В утреннем копе. На Афонтово. Афонтово. Какова есть ноябрь. Редактор субтитров А.Семкин